друзья всем привет значит давайте сразу объясню где кто потому что начинаем новую таблицу будем выставить и мне надо вас вам объяснить потому что много новых добавляется каждый день надо четко ясно вам дать понять значит оцей выводок итальянцы от итальянцы их 7 штук анфисын выводок анфиса вот анфисын выводок их тоже 7 штук быть этим анфисыным и итальянцам через 10 дней итальянцам через 10 дней буду ровно 4 месяца им сейчас 3 месяца 20 дней а ты 2 месяца 20 дней и вот получается я начал такую таблицу итальянец в один месяц был 9 килограмм у 2 месяца 25 там 850 но я написал 26 у 3 месяца мы делали розыгрыш кто угадает вес в 90 дней 54 килограмма и сейчас через 10 дней взвесим узнаем сколько в 4 месяца и так само анфиса них записываем в месяц 13 килограмм у 2 месяца 32 бачите сразу от от отъема уже идет разница и тут еще она увеличится я думаю тут будет килограмм 60 минимум 60 у 3 месяца в этих итальянцев было 54 в 3 месяца и так планируем мы идти по этой таблице аж ну я то буду убирать там и в 6 и в 7 и в 5 но несколько штук оставим до 8 месяцев покажу який вес должен быть у 8 месяцев подчеркну красной ручкой при интенсивном откорме не путайте горохи и отходы из столовой из кафе и так дальше это при правильном и интенсивном откорме что у вас у 8 месяцев там 60 кг 70 я уже начитался этих комментариев я вас понимаю вы так кормите я кормлю дорого поэтому результат получается у меня хороший и в кратчайшие сроки и все вы цей самый вес растягиваете на долгие годы у вас вот такие же там на горохи я там знаю сколько там будет ну таки может будет у у 4 с половиной у 5 месяцев у меня в 3 с половиной ну то есть кормление соевым широтом ну считается как бы дороге ну это глупый человек каже дороге это не дороге это просто правильное при каком воно росте нормально я могу убирать их буду в 5 месяцев в 5 будет 130 их можно уже допустим убирать или 140 у 5 месяцев ну опять же вот допустим дивиться если итальянцы 26 килограмм были в два месяца то грубо говоря за месяц до 3 месяцев за 30 дней они набрали почти килограмм в день все маленьком возрасте с 2 месяцев до 3 месяцев а сейчас будет больше килограмма в день уже до 4 месяцев потом еще больше там у них будет маленький простойчик ну я думаю пройдем и пойдем дальше и надо варить мне будет какую-нибудь такую типа носилочку чтобы их вваживать в 4 месяцев 8 в ящику а в 5 в 6 и в 7 надо будет приспособить чтобы свежать ну а таки тест проведем ну а че я написал 9 месяц ну может 8 месяцев я там всех не буду одного уберу двух а потом там восемь с половиной ну то есть идем пока по ровной по ровной таблице вот ведем таблицу и записываем потому что есть кричать невыгодно толку никакого не мая там с места на место бегаешь перетягиваешь их и так дальше если вы допустим записываете просто вот такую таблицу вес и потом убираете к примеру там 150 160 килограмм в 6 месяцев у вас должен быть такой результат и вы запишите ага 100 там 60 килограмм 6 месяцев убрали и записываете сколько вы скормили на одного на двух тире на трех поросят корма там вы прикинули убрали трех поросят в 6 месяцев вес у вас 160 170 150 вы там прикинули вы скормили тонну корма по 330 килограмм на голову и там посчитали сколько вам вышла ця тонна готового корма соевым шротом и вы просто будете удивлены на сколько выгодно вам их было кормить а вы всю самую результат растягиваете аж до цего периода вес у вас примерно между этим будет 5-6 месяцев ось только вы оцей вес убираете аж отута и я це знаю что я кажу и кричите недорогое кормление в два раза дороже чем я кормлю вот по эту отметку между вот 5 и 5 месяцев 5 и 5 6 вас воно выходы дороже а труда тручи вы не считаете свой самый дешевле ц под корм соевым шротом бмвд и так дальше потому что вы кормите маленький период с большим вихлопом а вот получается этих мы будем тоже вышивать цей самый день ну них разница нам получается в 2-3 дня но я в один день чтобы они удобно было все в один день и взвесим этих ух три месяца я хочу эти два виводка именно вот этот и анфи и и итальянцев все записывать кто-то писал там десь у группах что свиноматки мучаются в станках они не мучаются в станках свиноматки они стоят соби спокойно покушали лягли лежать все современное свиноводство так все и происходит свиноматку я отсадил если бы я не отсадил я бы их и не вычислил только когда гуляю так у меня уже парочка эфок покрыта осталась парочка но они не заходят за гул ну не знаю подождущие потом буду что-то предпринимать и также все опоросы какие мы будем оставлять конкретно соби мы будем записывать так само привесы машулечку сейчас туда сюда тоже уже уберем я однозначно там и не писали то оставь то не оставь однозначно по ней решено ее убрать и все обезьянку сейчас будем переводить на на опорос в станок потом переводить в станок канторшу нюру потом станок киевлянка а станки то не так багато вот сейчас мы на покрытие как покрытие пройде месяц и я их все уже на вольный вигул на три месяца и вот так я меняю их чередами у меня нема такого она стала и стоит два года это же не тюрьма это станок для опороса она перед опоросом зашла и после опороса вышла зачем я делаю сарай вот тот маленький на на щелевых полах мне откорм тут тоже удобно тут почисти все хорошо стек сюда все капитально бункер на кормушка мене все устраивает сейчас я тут сделаю им ремонт и сюда их разделю им будет нормально аж до 8 до 9 месяцев тут а разделю а то и выводок анфисин с этим станком разделю места хватает кормят ну друзья лучше все таки и поберегте свой труд и сделать на щелевых полах для от корма хай там не багато будет там 20 25 штучек ну я не буду тягать навоз вода будет подключена только насыпать корм ну только для своего для своего облегчения я не спеша я буду делать пока я деньги туда не саду я тихо так что у меня есть делаю демонтирую разбираю потихоньку вам ролики снимаю и так по чуть-чуть по чуть-чуть потом тотеку куплю тотек и чтоб до теплого периода там до до мая там знаю до апреля уже его сделать не спеша чтоб сильно по финансам не было мне уже там пишут ты еще тут свет не провел начал в той сарай то я сам розберегу что мне робить сколько почитал коментарии ой короче не дуже понравилось усим что я опять начал в той сарай я не знаю чего ну зачем мне тут а мне допустим хотелось бы честно вот у меня тут чисто для свиноматок вот вона покрыта тут опороз произошел тут а потом я отсюда убрал опять вона покрыта тут а и все там може якась клеточка 2 для откорма там для того ж хряка отдельно клетка и все ну там койде откорм а вообще откорм на щелях основной и так же само у меня там он есть сарай там выводок можно отказывать как бы места хватает меня по металлу там есть по так в основном тяжелый металл у меня весь есть на той сарай то есть я постепенно сделаю так как я считаю нужным и так как мне хочется ну а тут а полюбасику будем записывать будем вести и буду я покажу який вес у 5 месяцев ну я вам скажу у 5 у 5 и 5 месяцев уже можно их буду убирать по весовой категории кормление я еще раз сказал вы я пробовал я так само кормы вначале чем попало то тим то тим то тим ну так и думал та яка разница чем дешевле тем лучше нет от суевый шрот он получается дороги там 16 гривен килограмм но воно растет эффективно быстро и капитально вот если они были допустим от эти поросята 54 утра месяца ну давайте если даже килограмм день будет 54 64 70 84 ну я думаю они набирают больше килограмма в день то есть килограмм на 90 я знаю что мы не можно рассчитывать у 4 месяца килограмм на 90 в хорошем случае но я думаю честно говоря если мы на так мы сняк что буду 93 95 но опять же подивимся он то свинка с пятном под хвостом что мы и важен но вот кабанчик битшиной вот той кабанчик битшиной то есть тут а есть и битшиной а оси свинка шел и черным пятном под хвостом будем ее вешать и на ней проводить и все потом в конце ну допустим будем вести все до семи месяцев и потом я напишу сколько згил если бы я их всех убрав 7 месяцев ски или там 6 месяцев сколько оно съела корма и сколько на него пищу расхода корма по цене именно по ценовом диапазоне но я не буду сказать сколько стоит мой корм я уже эти ролики делаю у меня стоимость себе корма очень дорогая потому что я все закупаю подходы и беру все по сезону по сезону когда идет уборка когда воно недорого вы скажете бо мне уже там один казал та не все же есть возможность ну а я же причем что ты держишь кучу свиней а в тебе возможности нема ну проявляй смыкалку думай и бери по сезону на весь год вот ими не выводок бича нравится чем итальянцы они такие по круче идут ну они не такие конечно формами вон и более такие вот это же п тренша покрыто дюрком такие ну форм таких особо нема ну хорошие-хорошие интересно сколько буду килограммчики у у 90 дней тоже запишем и так будем записывать каждая серия я буду 20 числа будем листы да успокойся ты так что то таки дела ну а сейчас буду у нас даст бог а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...